Друзья, всем привет! Вы на канале Бизнес на Ключах, Бобермастер, с вами я, Илья Бобров. Хочу рассказать вам про программаторы. У меня нет на канале популярного ролика, где сидит оратор, да, он за столом, у него перед ним куча-куча программаторов разных, он рассказывает, что это все можно купить там и так далее. Но в этих роликах очень сложно уловить саму суть вообще, какой прибор для какой задачи нужен. Так вот, давайте сегодня поговорим с вами о программаторах для программирования ключей Mercedes-Benz. Это инфракрасный ключ, рыбка. Давайте я вам покажу его на стенде, как он выглядит. Допустим, вот ключ, который можно добавить в автомобиль. У меня есть на канале очень много роликов, где я успешно это делаю с разными приборами. Допустим, MB-Tool, даже программатор X-Tool с адаптером KC501. Но клиенту, как вы сами понимаете, абсолютно безразлично, на каком оборудовании вы ему делаете. Ему самое главное получить результат. Новый ключ к его автомобилю. В рынке программаторов есть очень большое количество разных сканеров. Допустим, есть и софты под оригинал, там все вы знаете, Mercedes-Instrument. Многие ребята работают отлично. Этот прибор справляется со своими задачами. Также есть прибор MB-Tool, есть CGDI. Кстати, очень много вопросов вы по нему задаете. Есть вот адаптер KC501, который также программирует и даже при полной утере. Так вот, мастер сам должен выбрать для себя. Если он хочет получить один прибор, все в одном. Допустим, он покупает базу себе, там, либо X100 под 3, либо A6 Elite, либо X100 под Elite. Неважно, какой прибор. К нему он уже сможет добавлять различные адаптеры для работы с определенными марками. И самый, наверное, популярный вопрос у меня внизу в комментариях, какой прибор выбрать. Ребята, я вам никогда не отвечу на этот вопрос. Вы сами должны знать, что вы хотите и на каком программаторе вы будете работать. Сейчас я с вами поделюсь опытом в своей компании. Ко мне мастер обратился и говорит, Илья, ко мне в мастерскую очень часто ходят ключи-рыбки. Дай мне какой-нибудь программатор, я хочу их программировать, дополнительно зарабатывать на этом деньги. Я говорю, отлично, бери у меня есть адаптер KC501 и начинай зарабатывать. Приехал клиент первый, второй, третий. Все было отлично до того момента, пока не приехал автомобиль без ключей. Он снял замок, но не смог прописать ключ, говорит, я не знаю, как в этом разобраться. Давай я сейчас этот замок отправлю в мастерскую, в которой есть X-корсовский программатор MBTool. Там ребята сделают и отправят мне его обратно, я поставлю на машину и все будет хорошо. Мы так и сделали, все, машина поехала. Но мы потратили время дополнительное. Так вот, исходя из этой истории, надо KC501 обратно отдать на склад и взять себе MBTool и не парить никому голову. В свою очередь я могу привести новый пример. Когда MBTool мы читали пасворд 40 или 50 минут, и в итоге клиент уехал от нас через 2 часа, подключились с адаптером KC501 и там сделали ключ за 10 или за 15 минут. Тоже вывод можно сделать, все, MBTool сдулся, надо срочно покупать себе прибор X-Tool, допустим, с адаптером KC501. Здесь не скажешь однозначно. Поэтому, ребят, вы каждый сделаете для себя выбор, на каком программаторе вы хотите изготавливать ключи. Моя роль в данной связке, это вам просто показать работу сканера. Вот есть такой у нас адаптер, он так работает. Есть у нас программатор MBTool, он тоже справляется со своими задачами. Выбор делайте сами. Мне не платит ни одна из компаний за то, что я их рекомендую. Ребят, я делаю ключи у себя в сети и рекомендую то оборудование, на котором сам лично работаю. Конечно, до моих рук еще не дошел очень важный прибор, это CGDI. Он, конечно, значительно дешевле MBTool, что-то там то ли на 10, то ли на 15 тысяч рублей. Ну, по поводу токенов, где их покупать, может быть, вы знаете. Вообще, если вы работаете на этом программаторе, напишите внизу в комментариях, как он работает, и, может быть, ребята, которые интересуются этими сканерами, смогут с вами повзаимодействовать. И инфоповод мы создадим внутри нашего, так сказать, такого сообщества автоключников. Я знаю, что ты давно хотел начать зарабатывать на программирование автоключей подобными сканерами. С помощью данных тест-платформ ты сможешь лучше освоить полученный теоретический материал и научиться программировать ключи в Chevrolet, в Kia и в Mercedes. Записывайся на наше онлайн и оффлайн обучение. Ну, а мы продолжаем. Есть еще очень много приборов для программирования ключей рыбок. Таких, которых, может быть, я не знаю. Тех, которые я слышал, но о них забыл. Но есть такие базовые приборы, о которых вы сейчас услышали в этом ролике. Есть такой отличный прибор Mercedes Instrument, которым работают, наверное, ребята, наши деды, так сказать, с самого начала. То есть еще те, кто занимались автомобильными ключами лет 10 назад, они все работают на этом сканере. И сейчас покажи ММБТУ, для них это, что это за тамагочи такой. То есть какой-то новый там, или, знаете, кто-то пользуется кнопочным телефоном, кто-то пользуется айфоном, да. То есть есть новые сканеры, которые делают все в полуавтоматическом режиме. Для них эта техника, она какая-то непонятная. Они хотят видеть, как вычитывается дамп, как они его могут редактировать, как они могут прописывать туда ключи, там, добавлять защелки, там, делать диагностики разные, смотреть, там, не знаю, количество циклов ключа, хотя в ММБТУле это тоже есть. Они хотят видеть вот эти процессы, потому что они знают, как это устроено. И те мастера, которые хотят, вот, куплю себе какой-то прибор и буду там на нем работать. И потом звонки в технический чат, почему я положил машину, и у меня ничего не получается, и ваш прибор не работает. Наверное, вам важный совет, как же выбрать сканер. Посмотрите ролики на YouTube и посмотрите, какой сейчас самый популярный сканер из того списка, который я сейчас вам сказал. Потому что, если вы будете делать так же, как показано в роликах, у вас все получится, и вы постепенно сможете с этим разобраться. Если не сможете разобраться, можете записаться на обучение к нам в Академию. На каком сканере работать вам? Ответьте сами себе на этот вопрос. Я же с вами прощаюсь. С вами был Илья Бобров, Ключная Академия и Бобермастер. Всем успехов, всем пока.